В российских школах могут ввести трудовое воспитание. Новая обязанность школьников заниматься общественно полезным трудом может появиться в законе об образовании. Подразумеваются прежде всего дежурство по классу, школе и работа на пришкольных территориях. Сейчас по закону привлекать школьников без их согласия к труду, непредусмотренному образовательной программой, запрещается. Кроме того, требуется и письменное согласие родителей. Большинство родителей выступают за трудовое воспитание в школах. Его необходимо вернуть в полном объеме, а не в усеченной форме, как это сейчас происходит в рамках уроков технологии. Возможности привлечения к общественно полезному труду в школе не хватает. Учителя должны иметь право привлекать детей к труду, даже наказывать их, например, теми же общественно полезными работами. Рассмотреть возможность введения в школах трудового воспитания предложил министру просвещения Сергею Кравцову председатель Госдумы Вячеслав Володин в ноябре 2022 года. Сергей Кравцов назвал инициативу абсолютно правильной. Поправки в закон планируют внести в Госдуму на весенней сессии. В этом случае есть шанс, что они будут приняты до начала нового учебного года.